Я начала задаваться вопросом о своей сексуальной идентичности, когда мне было 14. Я только раз стал своим первым парнем и размышлял о том факте, что не чувствовала к нему физического влечения, несмотря на довольно сильные романтические чувства. Какое-то время я отмахивался от этого, объясняя это поздним взрослением, но чувства так и не появились. Когда я открылась маме, она отправила меня на терапию. Докторами мне было сказано, что я не запуталась в своей женственности. И тогда при разговоре с докторами мама прямо сказала, что она эйс. Это вызвало множество сомнений в себе, и я задавалась вопросом, болезнь ли это. Это было до того момента, когда я расстался со своим вторым парнем, и я поняла, что ничего со мной не произойдет. Он пытался заменить меня через контакты и не очень приятные методы. Он гордился своими попытками сделать меня сексуальной, но я просто не испытывала к нему физическое влечение. Я никогда его не испытывала никому, и мне потребовалось множество размышлений и принятий, чтобы оказаться здесь. К сожалению, моя история не редкость. И мое единственное пожелание другим молодым эйсам, это чтобы они понимали свои пределы, и что они не обязаны меняться. Я надеюсь, что вы скажете «нет», когда это будет нужно, и поймете, что вам не нужно чувствовать себя неловко, или позволять другим делать то, что они захотят, чтобы быть с вами в любовных отношениях. Это нормально быть эйсом, и это нормально иметь пределы. Даже если другие считают их немного странным. Оставайтесь сильными и волшебными, моя маленькая семья.